Приветствую! Кабинет министров Украины в очередной раз изменил срок принятия наследства в Украине во время военного положения. 12 мая 2023 года была принята очередная постанова, которой упразднен 10-месячный срок принятия наследства. Но! Но не спешите впадать в панику! Да, теперь срок установлен не 10 месяцев, а возвращаемся к 6-месячному сроку. То есть так, как было до введения военного положения. Но! У нас остался 1 месяц. Поэтому, если у вас стоит вопрос принятия наследства и 6 месяцев уже прошло, то у вас остался 1 месяц до 12 июня. Запомните эту дату. 12 июня это конечная дата, когда могут принять наследство те люди, которые пропустили уже 6-месячный срок. Если же вы 6 месяцев еще не пропустили, то, соответственно, для вас стандартный срок, все вернулось на круги своя, 6 месяцев. Если же 6 месяцев в вашей ситуации уже прошло, то у вас осталось время до 12 июня. Все, забыли про 10 месяцев. Друзья, забыли про 10 месяцев. До 12 июня у вас остался срок принятия наследства. Соответственно, до этого времени вам нужно обратиться к нотариусу и нужно подать заявление о принятии наследства. Вы можете это сделать, даже если находитесь за границей. Но за границей, конечно, есть свои сложности. Там нужно заверить подпись в консульство. Вам сложно будет попасть в этот период. Поэтому, если вы за границей, пожалуйста, сначала созвонитесь с тем нотариусом, которому вы будете подавать заявление. И он вам подскажет, наверное, даже даст формулировки, которые нужно будет записать нотариусу в той стране, в которой вы находитесь, чтобы правильно вам подать заявление о принятии наследства. Итак, еще раз. Срок принятия наследства во время военного положения теперь окончательно возвращен к прежним цифрам. 6 месяцев. Если вы этот срок уже пропустили, но прошло больше 6, но меньше 10 месяцев, то у вас еще есть время для принятия наследства до 12 июня. Вот это дедлайн, после которого вы сможете принять наследство, ну, скорее всего, только через суд. И то, если это еще получится. Поэтому, чтобы принять сейчас наследство, особенно те, кто за границей, связываемся с нотариусом, которому вы будете подавать заявление, и он вам поможет все сделать правильно. Друзья, один месяц остался, даже меньше месяца у вас на все про все. Не забудьте об этом. Если вы считаете, что данное видео полезно было, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. На канале вы найдете еще больше полезных видео, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там есть всегда что интересное почитать. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.